Благословенная вода Он хотел развенчать эту теорию Интуиция ученого подсказывала ему, что это не может быть правдой Геометрическая форма снежинки определяется ее химическим составом Структура воды хорошо известна Два атома водорода и один атом кислорода Поэтому как могут снежинки, падающие с неба, отличаться друг от друга? Он сказал, я решил доказать, что эта теория ошибочна Он построил лабораторию с аппаратом глубокой заморозки, имеющим регулятор Потому что ни одна жидкость, подвергшаяся мгновенному охлаждению, не может принять геометрическую форму Заморозка должна быть медленной, чтобы атомы могли кристаллизоваться и принять форму, установленную Богом Ученый установил этот аппарат в холодную комнату с температурой минус 7 градусов по Цельсию А также несколько микроскопов с камерами, чтобы сфотографировать снежинки до того, как они растают Он сообщает, я взял образцы из двух кранов в лаборатории Я заморозил их, и каждый образец дал отличающуюся снежинку Эти образцы были взяты из двух разных источников, двух разных рек, из двух разных озер Результаты этого эксперимента сподвигли ученого провести подробнейшее исследование воды Позже один мусульманин познакомил доктора Эмото с водой Замзам, чтобы он смог проводить опыты с ней Ученому не удалось кристаллизовать воду Замзам, даже начав разбавлять ее обычной водой В конечном итоге ему удалось кристаллизовать воду Замзам, разбавив ее дистиллированной водой в соотношении 1 к 1000 И он получил кристалл уникальной формы Образовалось два кристалла, один на вершине другого Коллега ученого сказал, что два кристалла могли образоваться из-за того, что вода Замзам состоит из двух слов Зам и Зам, Аллах знает лучше Масару Эмото рассказал Мой коллега-мусульманин предложил воспроизвести рядом с водой аяты из Курана Он принес магнитофон и включил несколько аятов И мы получили кристаллы самой идеальной формы Субханалла Сейчас вы видите реальные фотографии кристаллов, получившиеся после того, как прозвучали аяты из Курана Доктор Эмото также упомянул, что мусульмане произносят бисмилля, что означает именем Бога, перед тем, как пить воду И это практикуется мусульманами еще со времен пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха Выяснили, что слово бисмилля улучшает качество и структуру даже обычной воды Аль-Ханду лилля Доктор Эмото завершил свои опыты с водой, которые продолжались 15 лет Он опубликовал книгу в пяти томах под названием «Послание воды» Он сообщает Я доказал, что вода способна мыслить, понимать, чувствовать и выражать себя Эмото написал следующее По качеству и чистоте в воде Замзам не найдется аналогов во всем мире Он много исследовал воду Замзам и обнаружил, что если перемешать одну каплю воды Замзам С тысячью каплями обычной воды То качество этой обычной воды возрастает до уровня Замзам По содержанию микроэлементов вода Замзам значительно превосходит любую другую воду, которую он тестировал Он также обнаружил, что качество воды Замзам не меняется со временем Даже после того, как он переработал ее, изменений не было, она все еще была чистая Для тех, кто не знает, что такое вода Замзам, мы кратко расскажем Источник Замзам открылся Хаджар, второй жене пророка Ибрагима, мир ему По приказу Аллаха Ибрагим, алейхиссалям, оставил свою жену и сына в одном месте в пустыне и ушел Она отчаянно искала воду для своего младенца сына, но не могла найти Так как Мекка находится в горячей сухой долине всего лишь с несколькими источниками воды Хаджар в палящий зной семь раз пробежала между холмами Сафа и Марва в поисках воды С каждой секунды все больше изнывая от жажды Аллах послал ангела Джибриля, алейхиссалям, который ударил своим крылом о землю и оттуда хлынула вода Замзам Похожая история об источнике также упоминается и в Библии Ибрагим, алейхиссалям, восстановил дом Аллаха Каабу рядом с источником Замзам Здание, которое изначально было возведено пророком Адамом, алейхиссалям Сегодня мусульмане со всего мира направляют свой лик в сторону Каабы, совершая молитву пять раз в день Источник Замзам располагается примерно в 20 метрах восточнее Каабы Воистину, в небесах и на земле есть знамения для верующих